Привет, мой добрый зритель! Ну что, я начинаю съёмки кусочком для будущего видео про трёхдневное путешествие. Если я возьму ноутбук, не забуду, да, то каждый день будет отдельно. Коротенький, ленький, как получится. Если забуду, всё по приезду в одно. И сегодня моя задача – решить вопросы прически. Потому что завтра утром я уже уезжаю, ну, смотрите-то вы, когда я доехала до местного значения. Прическа – это очень важно. Так как встречать будет любовь моя, река Мокша. И со встречей с любовью я, как правило, готовлюсь тщательно. Поэтому я иду делать причесочку к своей феюшке. Обязательно покажусь. И потом мы с вами поедем. Так что, простите за тавтологию. Поехали! Ну вот мы с вами и красивы. Теперь можно хуч-куды. Я знаю, что мои феюшки иногда смотрят мои видео. Светлана, спасибо тебе огромное. И Олечка, спасибо. Просто Олечке сегодня выходной. Когда у одной выходной, вручает другая. Я своих девчат обожаю. Они так тонко чувствуют мою головушку. И теперь я готова. А тем временем уже смеркается. Пойдемте. Доложим в кузовок. Что доложим? А, сейчас еще видео сначала смонтирую. Про пряжу, которую вы уже точно видели. Потом смонтирую. Потом выставлю настройки. И потом положу ноутбук в дорожную сумку. Важная вещь. Чтобы на Мокша транслировать вам. Как мои дела. А мои дела. Попереча лучше не бывает. Так, ну что. Пока я шуршу листьями еще в городе. И надеюсь уже завтра шуршать таковыми. Хотела сказать в деревне. Нет, не в деревне. За городом. Хотя за моим городом. Но тоже в городе. Ковылкино. Именно там находится санаторий Мокша. Так что. Ой, какая прелесть. Так что. Телепортируемся, господа. И вот мы уже шуршим не листьями. А шишками. Хотя и листьями здесь шуршать можно. Сколько хочется. Так, ну что. Давайте зайдем в номерах. Я его уже просмотрела. Включила свет. Потому что там одна кладовочка была. Закуточек темный. Значит заходим. Тумбочка, зеркало. Ну я уже думаю в санузлы. Как только я набираю вещи, как это сказать, которые гладить не надо. Мне доска предоставляется. В общем, это номер по сравнению с тем номером, что у меня был люкс. Смотрите. Я совершенно была согласна тот номерочек, который у меня был. Ну, который вот мне дали. Такой я с огромным удовольствием оплатила. Это бумажки, значит, сейчас пойду я в столовую оформляться. И бумажечка на Wi-Fi. Не было раньше вот этого предбанечка. Вот здесь будем вязать с вами сидеть. Он мне в принципе и не нужен. Но этот номер был. Я с огромным удовольствием взяла. Тот был просто, вы знаете, койко-место и шифонер. Так. А здесь шифонера нет. Телевизор для меня вещь совершенно бестолковая. Потому что я его не смотрю. Вот кто меня спрашивал. Таня, правда, что там такие номера оформлены в советском стиле? Вот смотрите, девчоночки. Все покажу, все расскажу. Мне нравится, что совершенно другая картинка. Мне даже интересно, какие номера здесь есть. Если буду еще приезжать, я хочу, чтобы другие доставались. Вот. И кровать у меня, кажется, таким же размером была. Ну вот что мне сюда поместить? Действительно, кто приезжает по путевке на 21 день, тот и все это использует. А мне, конечно, вот еще мебеля. Но это вообще для меня вещь бестолковая. Так, и вот тот закуток, который кладовочкой назвала, оказывается, видите, шифонер здесь вынесен. Вот это вот, если я себя накажу в уголке посидеть, шифонер здесь, ну, в гардеробную, в общем, вынесен. Ну, такая маленькая комнатюшечка. А, еще холодильник, я его даже не видела. Очень даже хорошо. Зайду сюда или не зайду, не знаю. Вот такой номерочек. Номерочек. Да, я зато теперь вот узнала, чем намокший люкс, отличается не от люкса. Вот, девчата, мой номер. Дискотеку хоть устраивает тут, честное слово. А, на балкон. На балкон, на балкон. Прошлый вид из окна мне очень нравился. Так, если я споткнусь, упаду. Вау! Вау! Девчата! Ой, девчата! Ну, да, те же сосны, только с другой стороны. У меня где-то номерочек был. Погода сегодня прекрасная. Уже, кстати, завтрак начался. Сегодня я что-то поздненько приехала. Так, вот он, корпус продолжается. Будем смотреть сюда. Будем гулять, гулять, гулять. Так, сейчас сориентируюсь. И вот туда, туда, туда на речку пойдем. Если я, конечно, что-нибудь не перепутала. В любом случае на речку пойдем. Номер показала, да? Здороваться с Мокшенькой пойдем. Сейчас я покушаю, быстренько пойдем. А, балкон. Вот здесь еще танцевать будем, девчонки. Балкон прям гораздо больше, чем тот, что у меня был. Купальничков-то нет. Осень пришла. Вот, девчата, все показала вам. И ребята. Ребята обижаются, что я их забываю. Все, в общем, в прятки играю, дискотеку устраиваю. И отдыхаю. Ну вот, я и добралась. До своей любимой Мокшеньки осенью. Вот навожу камеру. Ветерок замирает. Как будто, говорит, снимай, Таня, снимай. А я говорю, подуй. Я же листики хочу. Листопад. А он не понимает, Маненька. Видишь, хорошо себя наоборот ведет. Вот реченька. Мы сейчас обязательно к ней дойдем. Вот беседка. Тоже обязательно дойдем. Как же мне здесь все нравится. Давайте представим, что это балкон нашего дома. Или терраса. И мы с вами вышли кофе попить. Кто кофею, кто какаву. Здравствуй, Мокшенька. Я сейчас до тебя дойду. Со своим добрым зрителем. Нам осталась-то лесенка чудесенка. И потом по лесу, по лесу, по лесу, по лесу, по лесу, по лесу. Просто растягиваю удовольствие. Только и всего. Мы жили дом на горе, дом на горе. Там в окна свет на заре, свет на заре. И вот такая красота здесь. Мелочь пузатая. На каждом шагу. Домик, что ли, где-то. Сейчас прям вся лестница была усыпана. Имя. Ага, ага. Дай-ка я тебя маленечко поснимаю, красавица. Со спичный коробочек. Зови подружек. Все, уже не видно вообще ничего. Это я сейчас по лестнице спустилась. Они от меня в расцепную. Я их боюсь, а не меня. И вот как ходить? Их не раздавить. Они на каждом шагу. Я прошла опять секунд. Ой, как я вас не люблю, грешницы. Как бы вы в сумочку мою не залезли. В шопер-мопер. Так, все. Мы до реки-то дойдем. Дойдем. Куды нам торопиться. Обед-то у нас-то перче. В 13.30. И нам не надо торопиться. Поэзия. Сегодня тепло. Завтра, по прогнозу, похолодает. Но я люблю абсолютно любую погоду. Ой, дышите, девчонки, мальчишки. Дышить глыбже и помедленнее. До меня сейчас дошло, что я не взяла очень важный проводочек. И файлы. Зато ноутбук взяла. Такую тяжесть перла. Ну как тяжесть? Сумка потяжелее, конечно. Ой, вот это, подождите. Фотографию надо сделать. Так, где я мысль-то потеряла? Я взяла ноутбук и провод к нему. От него можно заряжать сам ноутбук и сам телефон. Но я забыла, что нельзя перекидывать файлы через этот провод. Я просто, что касается видео на YouTube пропаду совсем, на дзен буду снимать крохотные видео. А зачем сейчас я это все говорю? К моменту выпуска этого ролика... О, бзинька, сын Олечка что-то мне написал. Я всяко... Уже что-то найду и выпущу. Пост надо написать. Что я? Машка-растеряшка. Какой... Какой аромат. Какой аромат. Пойду почитаю. Что мне сынуленька-то там? Ягодка моя. То он отдыхал. Фотографию мне с моря-океан слал. Теперь я ему. Посмотри, какие шишечки. Посмотри, какие сосенки. Как я хотела попасть сюда осенью. Вот хотите верьте, хотите нет. Ветер перестает ветрить, как только я начинаю снимать. А мне так хочется листопад. Надо сделать вид, что меня нет. Куда вот деться? Такой листопад красивый вообще. И я начинаю снимать, и ветер все тихо. Танечка снимает. Не мешаем. Собаки мимо меня пробежали. Я так перепугалась. Я сразу папочка. Папочку вспоминаю. Мой ангел-хранитель. Говорю, папулька. И они так мимо меня пробежали, пробежали. Почему я так боюсь собак? Я не знаю. Но я их боюсь. Я ведь до реки не дошла. Не прошло. Ага. Не прошло и полгода. Мы до пляжа дошли. Где Танечка летом загорала? Вот тут. Старожилы помнят времена, когда пляж был обустроенный. А сейчас за счастье вот этот косочек ногами потоптать. Но мы же с вами греченьки идем поздороваться. Та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- у меня связано с мокшей да не именно водится и что течет здесь ведь она течет и в краснослободске городе моего детства вот тут мы с вами прыгали купались летом очень хочется надеяться что мы зимой сюда попадем было бы здоровье все остальное будет против солнца наверное снимаю да так получше будет или все равно солнца за тучками то выходит я даже не вижу что я снимаю даже лягушечек не до нас летом все было и рыбки и лягушки в рыбью спячку уходят они так сейчас сделал несколько фотографий на дзен на другой телефон и с реченькой поговорю мы любим с ней шептаться я так счастлива что я приехала вот она место силы нигде мог что там место силы будет что ли вида полосочка ага вот здесь вижу что видно самолет самолет забери меня в полет в полете густо выросла капуста возвращаюсь с речки никого не трогаю смотрю на песочке такой рулончик сверточка в общем змея клубком как это сказать я не знаю я-то думаю уж потому что летом я видел только ужей скорее телефончик чик чик а я уже снимать ничего не хотела и значит пока я снимала ленточка черная уже большая большая джинк в траву ну я не буду брать палочку ковырять там природа есть природа что позволила снять то позволила и иду и мужчина встречи что вы там так внимательно искали как-то остановились резко и говорю ужика увидела он точно ужика в смысле он готов гадюк я только сейчас видел вот спасибо добрый человек здесь горд тору третьего не дано или уже или гадюки какие шишки красиво вот на шишки смотрю только при монтаже видео я посмотрю что я засняла в общем шишки там красиво вот сетую до проводок забыла а я хотела три дня вечерами смеркается же рано буду монтировать снимать вот одним словом черные ленточки я буду обходить я даже не помню есть этих два у него были или не были пятнышка не увидела мне контент у меня скорее контент какие здесь три козлы такие как не могу их поймать вот или уж или гадюка третьего не дано товарищи я не трус а ящик хотела это по грибы полазить по горам сухого дождя нет а танка по грибы ну так один для контента не я ничего не буду там или уж или гадюка не знает тот не знаю не тот и причем нету двух этих ты куда меня вечно несет и страшненько становится хорошо хотя они вот здесь не лежат на тропе они могут спокойно замаскироваться под это как это под корни я летом не видела столько змей издалека снимаю небось мой добрый зритель да нет никакой ты не ужик нету желтых пятнышек ты это да ползи моя хорошая ползи куда хочешь только подальше от меня скажите мне разве это не поэзия этой встречке возвращаюсь летел летел листочек с дубочкой и вот так приземлился не так как многие его собратья подметали здесь было больше когда на речку шла а именно вот так но это же поэзия а мы с вами прекрасно прогулялись вечером выйдем на пешую прогулку вечером я не буду находить к речке я боюсь а если светло пойду я теперь не боюсь я теперь боюсь мы погуляем значит вот корпус в эту сторону от корпуса мы с вами уже там вот речка как раз мы с вами уже прошли пойдем вечерком в другую может быть но если найду проводок у кого-нибудь и смогу смонтировать это видео то я закончу где закончу а если не найду буду копить копить материал и дома смонтирую ой шишечки как вспомню как однажды пол двенадцатого или пол первой ночи то ли вспомнил что нужно шишки скол нести где тебе их возьму мой милый у кого-то в качестве сувенира были вот сейчас завались но никому не нужны ой господи это кто еще ну немного ли мне в один день товарищи ползучих ой-ой-ой вот так вот идешь иди я не трону тебя не трону я тебя саму я еле стою тебя снимаю насколько ты мне противненький ну братья наши меньшие куда ждеваться ты рыжий гадюк ты куда-то ползешь не туда иди вон чтобы я еще раз шишки пошла собирать летом внимание что отвлекался на что-то другое да как ты могла ложку поднимаю мне не трону тебя если ты знал как я тебя боюсь ты не бойся это гусь я сама его боюсь пусть ползет куда ползет так вот эта милая женщина просветила меня я сейчас вас просветил щу три вида змей здесь водятся гадюки уже и медянки то что мы видели рыжую бесстыжу медянка красавица конечно я их ненавижу я терпеть не могу и не хочу из себя строить такую прям всю я люблю змеи вот так что надо думал еще увидела держать ухо востро но моя задача гулять меньше сидеть больше гулять и буду гулять только по асфальту я вот здесь вот уже к видел но летом я видел только уже и а куда эти рыжие бесстыженного ползали я не знаю и черненький тоже девочки не дышим тихо тихо ну не улетай не улетай не улетай постой хоть после медианок то душеньку отвесить на таких картинах да позирует нам да спасибо тебе родная ой рука трясется мне после медианок что ли так испугалась вроде не пила вот такие цветочки красивые территории ухоженная я хотела до бархатцев дать а что я до них дойду пряжу я не взяла девочки угадали те кто сказал что я возьму клубочки бархатцы да я взяла бархатцы и вот иду типа клубки сфотографировать еще раз а клубки то меня в номере а номер то у меня слушайте а может у меня вот где то вот здесь и номер да вот какой то здесь номер потому что мы с балкона с вами видели вот этот корпус слушайте у меня на топографический кретинизм проходит мы же с вами вот эти вот деревья видели ой тань как а ты умна становишься жуть так сейчас бархатцами поздороваемся и я пойду в номер как я могла облажаться я главное зарядник взяла а он подходит и к ноутбуку и к телефону дома зачем я отдельный проводок то буду брать а сейчас узнала что заряжает он заряжает а передавать файл он не будет если я была толюшкой я бы знала об этом заранее вот девочки такая полянка бархатцев только я наверно как не с той стороны и и фотографирую по газону ходить не буду бархатцы мы все видели если носочек сегодня немножко повяжу надо будет так значит давайте снимем корпус чтобы не был виден вот так пониже прибавляем все поле бархатцев кто написал что я возьму пряжу осенние бархатцы угадали именно их я взяла девочки я столько много ни разу не ходил так оцени почему мы не поздоровались с и ним это я все по закоулкам по дворам хожу у центрального 1 раз у центрального входа тоже красиво мне кажется там сегодня снимала что фотографий на другой телефон делал это точно прелесть ваша скоро уже все прямо не как могут лепесточки ветер срывает они все равно дарит нам радость да красоту спасибо как же я хотела попасть осенью и зимой туда я больше не пойду там медянки как сосновый гор пришли ветер поднялся как у лиственных стоял чтобы листопад снять ветер прям замирал горит снимать танечка с ветром я разговаривать еще не научилась как бы сказать ты паду и ты паду и паду и красавица красавица мой ветерочек милый тут людям ну что делать запоет душа и все тут герань герань какие они летом были геранище и какие сейчас чего вот а дом бы сейчас сидела вязала еще что-то все вообще не петельки не петель унички территорию убирают все постригают молодцы пойдемте в корпус мои хорошие со стороны речки обошли мы корпус с вами может быть вечерком обойдем если к телефон не забуду гулять я пойду страны входа а может быть я лето вам показала там еще посмотрим вот они вечно зеленые красавцы вот номер мой был где-то тут вот в прошлый раз тоже напротив лесочка ну вот где-то здесь который поменьше сейчас буду номер в прятки играть на диване посижу на кровать полежу на полу поскакаю скачу что-то там по делу в общем ну вот мы к вам мы к вам мы с вами пришли к к корпусу как меня расслабляет вот эти знаете прогуленцы тут обязательно у входа кто-то есть по левую сторону то нас вход я понимаю ничего страшного общественное место но тем не менее я стараюсь кто знает хочет кто-то в кадр попасть не хочет вот лосяршку встречает я из лесу вышел был сильный мороз привет привет лосярек я фотографии увидела он весь в снегу я решила это еще тогда я не могла никуда поехать вот я с мамочкой была еду как-то у меня ёкнуло в голове что мы с тобой обязательно повстречаемся и вот так и есть лавочки скамеечки беседочки какая-то беседка для курящих а вот за этим деревьями для не курящих или наоборот это для не курящих сегодня просто мужчину тут я стояла за мужчиной ему просвещали его а вот где мы сделаем фотографию вязание то его просвещали что в корпусе не курить где курить можно где курить нельзя какие же благодатные цветочки какие же благодатные цветочки вот он корпус сейчас тут никого нет я вам покажу первый корпус вот этот тут мы кушаем в этот раз мы тоже сразу познакомились такие хорошие люди зоя и петр семейной пары но наверно кого-то еще четвертым важны присоединить подселить я не знаю завтраки я даже не доела колбасу сыром не тронула творог с кашкой съела вот волчарка нас провожает ты заходи если шо ты заходи если шо вот такие дорожки кругом в общем мы с вами сейчас вот освоили все по эту сторону туда к речке ходили а пришли когда вот идешь приезжаешь с этой стороны надо там как-нибудь погулять мне кажется мы летом гуляли но и что лавочки скамеечки ни одной свободной летом не было сейчас пожалуйте не сидят лабуленьки молодежь то и летом бегал скакала вот бабушки с тросточками сидели сейчас вот не знаю даже по номерам может быть и столовой кстати народу меньше меньше чем летом а номер я еле-еле звонками звоню вот мне сказали что двадцать пятого можно будет пойдемте номер друзья у меня тут макшанские чудеса творятся в общем я взяла провод с такими маленькими кончиками видите два кончика маленьких а мне для того чтобы файл это заряжается все ноутбуки заряжает все телефоны а чтобы переносить файлы мне нужен один кончик маленький один большой ну как большой вот такой вот такой пить разницу и я такой проводок взяла для телефона для другого на который я вот не не ролики с которыми я все перепутал в общем мне хватает вот такого проводочка вот с такой балабунькой для хондро на который я снимаю а я для яблок взяла которые меня не перекидывается и я попробовала дом у меня в общем то вот с такой большой штуковиной зато с маленькими кончиками очень большая была будет маленькие кончики дома у меня файлы не переносились а тут я попробую в общем вот к этой маленькой балабуньки мне нужно вот такой еще был проводок взять ну ладно три дня соскучить по мне вы без меня сможете а без вас нет и у меня кажется получилось так что возможно я ролик состряпаю сегодня после ужина храма там не будет первый день может быть вечерняя прогулка а я пойду на вечернюю прогулку она перенесется уже на следующий ролик какая разница в общем какие-то чудеса дом не переносились без такой вот штуки а здесь перенеслись а урань макшанская не ну и завершая ролик я хочу его завершить несмотря на то что день еще 1 не закончился я пойду гулять вечером но вдруг чудеса перестанут действовать у меня опять файлы не будут перри перебуршиваться в общем я хочу показать пряжу которую я взяла да бархатцы бархатки бархатцы кто написал что я взяла бархатцы вы угадали я не знаю начну я сегодня или начну когда вязать то видите у меня встречи с моими подружками гадюками домедянками но за три дня ты что-нибудь поколупаю моя задача гулять дышать свежим воздухом и я успешно с ней справляюсь мне очень нравится я желаю всем приятного отдыха кто отдыхает хорошего настроения всего самого-самого доброго так что перекидываю этот кусочек и надеюсь смонтирую видео те кто ждет встречи чтобы дождался до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут красота